На взлётке сегодня произошёл взрыв. Есть пострадавшие. Всё случилось в пристройке к жилому дому на весны 9 в разгар рабочего дня. От взрыва в здании выбило окна, погнулись рамы, дверь слетела с петель. При этом окна выбило и со стороны двора. Осколки разлетелись метров на 15 и засыпали припаркованные автомобили. По данным МЧС, пострадал один человек. Его с ожогами увезли в краевую больницу. В здании находится информационно-аналитический центр поддержки газ «Правосудие». Это подтвердили следователи, которые работали на месте. Очевидцы говорят, что в помещении много бумаг и коробок. Также в пристройке располагается отделение приставов советского района и филиал доставки суши «Оригами». Он прямо за стеной. Но сотрудники даже не поняли, что произошло. Да просто был хлопок и всё. У нас шло производство, поэтому на улице никто не находился. Просто слышали хлопок. Но у нас идёт ремонтная работа, поэтому никто значения не придал. Даже не обратили внимания, что что-то произошло не то, да? Да, то есть хлопок незначительный был, так как у нас идут ремонт. Поэтому наши сотрудники подумали, что сами ремонтники наши там шумят. Проверка организована. Проводит 10-й отдел полиции. Значит, проводится доследственная проверка по соблюдению правил пожарной безопасности. Все уполномоченные службы работают. Обстоятельства выясняются. И я заверяю, у вас будут приняты меры, может быть, и прокурорского реагирования. Данное предприятие, насколько известно, занимается ремонтом картриджей для техники, судебной техники. И вполне возможно, что-то было нарушено при производстве работ. Но это только предварительная такая информация. Что именно стало причиной взрыва, пока точно неизвестно. В МЧС сообщили только время происшествия и количество пострадавших. Однако, судя по тому, как внимательно оперативники, которые работали на месте, рассматривали поврежденный газовый баллон, вполне возможно, что это был именно хлопок газа. Напомню, что это не первый и даже не десятый подобный случай в Красноярске. В последний раз 15 июня этого года 26-летний мужчина и 14-летняя девочка попали в Краевую прямо из пункта приема металлолома, где взорвался баллон с газом. А самое масштабное происшествие случилось на Кандагарской в феврале прошлого года. Тогда баллон не только разрушил половину нелегального жилого дома, но и погубил двоих человек.